доброго времени суток дорогие друзья с вами я гейдар мир за добро пожаловать на канал калибр и сегодня для сегодняшней беседы я пригласил очень интересного гостя это политолог эльдар намазов очень хорошо известный как нашей стране так и за ее пределами я уверен что наша сегодняшняя с вами дарма беседа будет очень позитивно воспринято нашими зрителями давайте перейдем к первому вопросу и говорить мы сегодня с вами будем в основном по актуальной проблематике о геополитике об украине в первую очередь что происходит на данный момент какую оценку вы можете дать нынешнему статусу кво войны в украине ну во первых спасибо за приглашение за добрые слова но война прошла заканчивается ее вторая фаза можно подводить некоторые итоги я думаю что я не буду оригинален я слышу эти оценки от многих экспертов близких не получился к такой войне видимо россия не была готова она предполагала совсем другой ход событий не случайно были соответствующие заявления президента путина он так и заявление не делал бы если бы не было бы уверен исходя из тех докладов которым делается что исход будет другой но украина смогла выдержать первый натиск она уже немножко восстанавливает паритет с помощью западного оружия который он получает и мне кажется что это война она должна анализироваться на мой взгляд с точки зрения некоторых закономерностей геополитических исторических потому что льдово ну первое что я хотел бы отметить такие типы войн вообще-то не выигрывается даже если она является более сильные военным отношения державы но я могу привести примеры соединенные штаты фактически проиграли войну во вьетнаме и потому что вьетнамская армия была сильнее американская на советский союз проиграл войну в афганистане фактически было бы нужно покинуть страну не потому что афганская армия сильнее была помощи чем советская ряд примеров можно привести но такой типологии этой войны когда страна достаточно большая по территории по численности и она воспринимать эту войну как отечественную войну то есть военные действия на защиту отечества привлекается миллион и миллион людей и они не собираются сдаваться даже даже если столица будет занята но в афганистане столица была занята во вьетнаме столица была занята пример из тоже из этого же рода краски первая отечественная война когда наполеон с очень мощными военные машины пошел поход на россию будучи уверены что она победит российская армия практически не шла в открытый лобовое столкновение она отступала даже москву сдала наполеон был удивлен что никто не идет подписывать капитуляцию хотела сидеть в столице государством ему было он был внушен потом эту страну покинуть ну украина отвечает всем этим признаком вот такого государства с которой лучше не воевать украина большая по территории она больше чем вьетнам который был а население большим население в афганистане большая страна населением с уже 40 миллионов и практически она в этом отношении монолитную что это для неотечественной войны на будет защищать свою родину даже если бы российские войска дошли за ней баки и все равно сопротивление сопротивление продолжалось бы для того чтобы такую страну победить нужно иметь экспедиционный корпус наверно ну совершенно миллиона и нужно иметь очень серьезное качественное преобладание в оружии да но когда позднее средневековье там государства которые уже обладали огнестрельным оружием били войну со странами где армия была боржена стрелами допустим когда понятно как приму чтобы поэтому вот такого типа войны не выигрывается я думаю с вероятностью для меня больше 80 процентов что россия в этой войне потерпит поражение тут важный еще аспект помимо небольшой территорию большой численности населения подход к войне как отечественной войне до конца будем биться независимо от того враг какую часть государства занял этот чем важный аспект международная поддержка когда соединенные штаты воевали во вьетнаме вьетнам оказывала большую военную поддержку социалистический блок когда советский союз вошел в афганистан афганистан большую поддержку оказывал западный блок и плюс арабская мусульманской страны поэтому первый мой вывод который я делаю из этих всех примеров это такую войну выиграть невозможно и россия не сможет победить второй важный аспект обычно в россии когда проигрываются войны это становится предвестником больших социально-политических экономических кризисов смена власти смена системы 1905 год россия проиграла русско-японскую войну это закончилась так называемая первая русская революция которая чуть было не сотрясла вашим и оказала на нас большое влияние да безусловно проигрыш фактически в первой мировой войне привел к революции поражение войне в афганистане буквально пару лет после вывода оттуда войск до союза уже не было я думаю что это определенная закономерность и она повторяется из раза в раз и поэтому я думаю что это стоит ожидать третье очень важное обстоятельство которое надо иметь ввиду обычно военное поражение социально-политической экономической кризисы потому что это влияет и отражается на территориальной целостности российского государства первое поражение первой мировой войны революция привело к тому что отпала финляндия польша прибалтийские государства ряд западных областей украины белоруссии афганская авантюра и потом кризис советского союза привел потому что распал советский союз и 15 республика стали независимым знаете дело в том что есть тоже закономерность ноги относятся к истории как неточной науки до источной науки физика там математика и так далее то истории тоже свои закономерности вот один пример социалистический блок рухнул в начале 90-х годов все социалистические страны входящие в варшавский пакт они пережили серьезные политические и социально-экономический кризис распались только три государства советский союз югославия чехословакия всего три государства были федеративным все унитарные государства польша болгария венгрия румыния они пережили тяжелый кризис а три всего лишь федеративных образования четверо спались чехословакия распалась на чехию словаки и югославию на все республики и ссс тоже это означает что ну допустим советский союз или россия страна который сотнями лет собирала окраины включала свой состав окраины с разным религиозным это культурным составом да такие окраины чаще всего они сдерживаются на основе силы и финансовой зависимости если происходит кризис как правило силовой блок параличия финансов не хватает на коренное население основное население на окраина начинает естественно искать выход выход как правило не ведет в том чтобы обратиться к соседним государством может близко может быть по культуре по идее динамичность идентичности которая не переживает кризис который может взять поддержать это это окраину тогда им придется сперва объявить о своей независимости потому что было бы смешно если вы внутренне обысков то государства обратилась бы соседнем государстве соседние государства взяла бы на себя ее покровительство как правило это происходило каждый раз после кризиса после неудачных войн поэтому у меня я вам честно скажу у меня очень пессимистический прогноз для моих российских знакомых и друзей я думаю это очень серьезная ошибка которая была совершена что начало вот этой авантюры военной против украины я здесь очень высокой степени вероятностью ожидаю первое поражение россии второе социально-экономический политический кризис вызванный этим поражением и третье я думаю это может серьезно отразиться на вопросе территориальной целостности россии и нормальным я уже вижу что вы в принципе даете прогноз и он реальный по крайней мере он движется в сторону реальности прежде чем мы перейдем вот к этой прогностической части все-таки сейчас в украине идет третья мировая война или четвертое если вы хотите холодную исключить или это пока не мировая война я склонен его отнести к подтипу мировых войн новый тип мировой новый тип мировой войны но во первых то что с одной стороны коалиция свыше 40 государств такое бывает только во время мировых войн отличие в том что с другой стороны против этой коалиции свыше 40 государств сейчас борется одна страна и рядом у него нет военного союзника как бы ни пыталась российская пропаганда говорить о китае об индии других странах эти все страны либо придерживаются нейтралитет вы тоже так считаете что они не являются реальными союзники на россии но мы видели вот последний саммит но их саммит о дкб видели да и снова дкб каким-то образом оказывают военную поддержку оружие финансовым или что-то они даже при голосованиях международных организациях по украинскому вопросу они часто воздерживаются или же голосует даже в унисон большинство будучи союзниками россии будучи союзникам россии мы видим военный блок нато он собирается вместе принимать решение они поставляют украина оружие они помогают финансово и политически они вводят санкции против россии здесь мы видим реальный блок военно-политический блок а с другой стороны мы видим 6 государств которые собрались вместе обсудили и даже вы к ним итогам заявление из пункт о том что они готовы к практическому взаимодействию сотрудничество с нато нато объявила целью добиться поражения россии в этой войне нато помогает украине украине чем что может а организация лидером которого считается россия она принимает заявление ничем в общем то они не помогая россии в реальности и в том числе в заявлении говорится о том что она готова к сотрудничеству с нато вот вы спросили является ли это мировой войной таки мировая я сказал что для меня это под тип мировой войны даже если россия останется одна это был ее выбор она посчитала что ее сил будет достаточно для того чтобы и в военном путем решить вопрос с украиной и противостоять политическому экономическому давлению запада и даже та поддержка которая будет оказана украине и и не пугала раза на принял такое решение но то что россия на той стороне одна это не означает что ее это война нельзя считать мировой там еще третий важный показатель по тем последствиям которые то война окажут глобальность не просто количество игроков которые вовлечены на с одной стороны с блок свыше 40 государств которые входят 4 из 5 членов постоянных членов совета безопасности он уже не считать мировой войны было бы смешно и по последствиям потому что от того как эта война закончится будет зависеть очень баланс сил на всем евразийском пространстве огромном и мировой баланс сил потому что впереди ожидается еще серьезное противостояние между читаем западным миром по главе соединенными штатами и россия здесь считалось третьим игроком и вот третий игрок он усилится после этой войны а либо же наоборот ослабнет и и уйдет со сцены может пройти на по объекта даже на этого противоположного и по всем этим признакам для меня это один из по типов мировой войны я считаю что мы должны говорить о третьей мировой войне да и принципе ваше мнение она очень популярна потому что вот недавно слышал несколько экспертов сразу это подчеркивали что у нас понятие мировой войны после холодную после 45 года она подсознательно ассоциируется именно с применением ядерного оружия потому что мы всегда ожидали что очередной мировой конфликт он будет именно ну как бы термоядерным но мы видим новую модель это даже не 20 а 30 него мировая война потому что обе стороны владеет и ядерным оружием я тут не украину имею ввиду а поддержку за и ну а государство поэтому применение ядерного оружия я вам честно я здесь не ожидаю не ожидает потому что со стороны украины у него этого нет нет этого оружия странно который поддержит украины тоже не будет его применять но то что касается россии я думаю что некоторые угрожающие такие заявления мы их слышим первую очередь от журналистов от экспертов от пропагандистов все и так далее у меня вызывает большие сомнения во-первых что российское руководство примет такое решение о применении ядерного оружия я не вижу что они на это пойдут и второе если будет принято такое решение что оно будет исполнено потому что мы знаем что есть целая система предохранителей через некоторые ступени чтобы не было случайного применения этого ядерного оружия поэтому я не ожидаю что будет использована ядерное оружие эльдар малин вот вы сказали о том что в принципе вы дали прогноз о том что россия не в состоянии эту войну выиграть а поражение россии в этой войне с очень высокой неизбежной долей вероятности означает смену режима и политической системы которая существует в россии исторические прецеденты вы привели как в качестве закономерности насколько вероятно что россия потеряет изменится не только система парадигмы нынешняя да но россия может потерять субъектность внешней политики может быть это абсурдно потому что государство огромное член совета безопасности может что-то не то говорю исправьте меня и если она потеряет эту субъектность во внешней политике кто способен быть заняться вот эту вот сторону чтобы сбалансировать в том числе это пост российское пространство если вы знаете конечно сама россия как страна этому сохранится речь идет только о и окраинах от территориальной целостности сама основная ядерная территория и коренное население она все сохранится в какой-то форме мы будем иметь дело с россией в этом отношении всегда но то что вы сказали ее субъектности некоторые месседжем мы услышали от ведущих американских государственных деятелей которые говорили что на россии должно потерять поражение и она не должна быть дальше больше в состоянии оказывать такие воздействия на своих соседей лишить россию возможности нападать на своих соседей это подразумевает наверно какая-то в виде какой-то форме может я сейчас назову этот термин и мы у всех это вызовет улыбку потому что именно это россия объявляла свои цели в отношении украины да да и вполне возможно что демидитизации в конечном счете будет подвергнута сама россия ну вы знаете путин назвал распад советского союза крупнейшей геополитической катастрофой 20 века это ирония судьбы некоторые решения которые он принял они могут привести к тому что крупнейший геополитическую катастрофу и 21 века будет то же самое что свое время произошло в 20 веке советском союзе нормально вот в начале нашей беседы вы сказали что украина выдержала первые этапы этой войны за счет чего украинский народ в принципе в военном отношении за счет чего он выстоял мы знаем это то что свое время территориальная оборона была грамотно поставлена это то что 14 года очень серьезные вещи были что-то успели что-то не успели но это уже другая армия другая страна я не говорю о военном отношении вы политолог я хочу задать вопрос о смысловом о политическом идеологическом может быть содержание за счет чего украина выстояла то есть оставим в сторону военный элемент как общество как систему как модель украина первые 10 дней две недели войны как она выстояла ну я же сказал что такие войны ваши выиграть невозможно монолитность общества опыт опыт соединенных штатов во вьетнаме или социального конца не показал так его воины выглядеть невозможно украина это очень самобытная красивая страна прекрасная нация я служил в армии а вы служили уроки видимо тогда нынешнем президенту было пару лет и вполне допускаю что рядом с воинской частью где я служил на бажановке это может быть он недалеко и в маленький владимир володя зеленской тогда ходил в садик я это страну хорошо знает часто там обываю у меня друзья политологи эксперты дипломаты я посещал эту страну я расскажу ведется определенная однобокая пропаганда десятилетиями до самое страшное что видимо многие политики в россии сами поверили в эту пропаганду хотя эта пропаганда была рассчитана на то чтобы сформировать какое-то мнение общественное за рубежом потому что она очень далеко от реальности но первое насчет военного дела знаете вспомним историю великой отечественной войны ваши три министра обороны союза были украинцам которых я знаю может быть их даже было больше да но маршал тимошенко маршал гречка маршал малиновский чем министр обороны со союза были украинцами почти половину даже больше половины командующих фронтами и танковой армии были украинцы это и еременко маршал это и рыбалка командующий 1 или 2 танковой армии это черняховский командующий фронтам их много перечислять это просто время то есть украинцы это народ который кратному делу к военному делу уже спасу способен да и так же как и харьков был центром в общем-то танкостроения и советском союзе днепропетровска там изготовлялись ракеты на которых летали мы в космос и украинская школа артиллерия была одна из ведущих советском союзе это нация которую умеет воевать и побеждать ее роль во второй мировой войне победе на китерском фашизмом очень большая именно в ратном деле и кто это советовал и докладывал политическому руководству россии что война против украины может за три четыре дня закончится это будет такой легкой прогулкой но эти люди просто они видимо поверили в ту пропаганду который сами они постоянно раскручивали что так получалось что в принципе это непобедимая армия российская и войну с фашистской германии она выиграла и любая война это победа россии ну 20 век возьмем 1905 год позор на поражение русско-японской войне очень неудачно первой мировой войне неудачный варшавский поход который там была попытка взять варшаву там сталин с тухачевским перегрызли да да подальше финская компания которые хотя формально считается победа но это первая победа это именно неудачно в финской войне убедила гитлера что это колос на глиняных ногах и на него можно напасть вторая мировая война когда немецкого войска практически подошли к москве и на самом деле можно считать что соцсет был на грани поражение но потом все повернулось в другую сторону этот не только советский союзную роль отелиться к лица надо иметь ввиду или от лизы и второй фронт и все остальное потом было достаточно серьезно поражение что в афганской войне наконец была первая чеченская война которая была проиграна то есть история она не дает никаких оснований считать что эта армия является непобедимой история не дает никаких оснований предполагать что украинцы не смогли бы оказать достойное сопротивление если быть объективным если анализировать на основе реальных факторов я думаю что это выводы должны были прийти в голову любому человеку вы знаете была одна плохая традиция в советском союзе там все за забрались я помню солженицына его воззвание которое призывало к внутреннему переустройству советского союза нас вас не жить во лжи по-моему так и называлась да то есть ложь стала брендом это какой визитной карточкой этого общества все понимали что это ложь и те кто выступал на трибуне на русском форуме что эти кто в зале его слушали все были ну что это ложь да эта игра возрождение советских традиций почему-то привела что некоторые очень важные позитивные советские достижения особенно сфере социальной жизни там образование или медицин и так далее они сейчас как бы не востребована а вот советская ложь пропаганда откровенно построены на лжи это к сожалению вернулась и мне кажется что многие политики уже становятся жертвами этой лжи они сами верят собственную пропаганду а пропаганда строена на очень ложных посылах и поэтому случается вот такие катаклизмы когда лидер который называет распад союза величайшей катастрофой геополитической 20 века а потом предпринимает шаги которые могут привести к величайшей я патча катастрофе 21 века с его же родиной как вы оцениваете в данный момент усилия которые предлагают европейские державу западные союзники украины в направлении организации наступление которое приведет к полному восстановлению территориальной целостности украины ну понятно что это не является нереальным вариантом но тут мы видим что есть между европейскими державами странами разногласия вот меня очень раздражает позиция германии хотя четыре года прожил в этой стране она мне хорошо известно вы как опытный политолог почему германия демонстрирует такое отношение к войне в украине знаете это традиционно позицирование германии после второй мировой войны если мы вспомним 70-е годы 80-е годы это постоянное обвинение германии в том что она строится с советским союзом отношения и сотрудничество на таком уровне на которым это не хотелось бы соединенным штатами или великобритании так далее это позицирование германии она длительное время и франция и германия они занимают эту позицию поэтому то я с некоторым осторожностью говорил бы таких вещей как коллективный запад да это надо смотри как термин да но внутри коллективного запада вы правильно заметили что есть разные фракции разные фракции которые по-разному относятся к этому вопросу это чувствуется и на том кто как помогает украине давайте по другому вопросу задам более открыто сильно украина нужно германии я думаю что судя по отношению германии к этому вопросу я думаю что украина сильная нужна германии если это украина будет занимать позицию схожую с позиции германии франции так далее ну так как этого нету то позиция сейчас украины она более близка позиция соединенных штатов великобритании польши я думаю что в этом отношении у немецкой стороны есть какое-то предубеждение но вы имейте ввиду что внутри германии тоже разные политические силы мы сейчас говорим в общем а на самом деле если уйдет нынешний премьер-министр допустим как и человек который его скорее всего заменит о нем уже этого не скажешь он-то скорее всего придерживается более евроатлантической такой концепции чем европейской счет же там калица во власти да очень хрупко очень хрупкая и там разные подходы поэтому там тоже может все измениться но европа неоднородно это понятно но сейчас доминирующие линии является во время этой войны одержать победу это безусловно а что будет после этого нету мы там это же другой мы должны строить прогноз например нато всегда это была евроатлантической организации я думаю что она может стать организации глобальной и первый пробный шар запущенный это авкус новая организация этому тихоокеанская коалиция во главе соединенными штатами и евроатлантическая коалиция тоже во главе соединенными штатами она рано или поздно а скорее всего рано сконструируется объединю системы и мы будем иметь уже глобальные нато которая будет не только на европейском театре военных действий это очень интересный момент вы фактически даете тот самый прогноз по то что мы минут десять назад обсуждали по пост российскому пространству как бы евразия она будет взята с двух сторон североатлантическая юго-восточная азия и сша могут обеспечить этот зонт война украине она подтолкнула эти процессы возвращание рамштайне там же это было не натовской там 30 государств ходит на то принимала участие более 40 стран принимала участие и поэтому это был первый такой предвестник того что нато скорее всего будет трансформируется расширяться в пользу глобального военного альянса как раз расширение на то если мы говорим сейчас довольно актуальная тема и она это растущий тренд новости поступают все еще последние три-четыре дня довольно интенсивно глобальных медиа так в наших турции в особенности естественно украинцы сами этим интересуются что будет происходить вокруг темы желание швеции и финляндии вступить в нато мы знаем довольно справедливые возражения не сказал бы возражение турции но вопросы которые она поставила как вы это все видите они договорятся в конце концов я думаю что договорятся по двум причинам вы знаете ни финляндии не швеции какого-то резона взять прицел турцию и против территориальной целостности безопасности выступать я думаю что это политика была спланирована не финляндии и не в швеции ряд стран я не хочу их называть которые хотели бы иметь средства давление на турцию но сами будучи членами нато союзниками турции не могли прибегнуть к этим методом они используют для этого две страны не членов нато очень интересно швеция и финляндия для того чтобы самим это сказать перед трудную турции не выглядеть о плохом свете а сейчас наступил момент когда швеция финляндии понадобилось членством нато это говорит о двух вещах турция имеет рычаги заставить их возместить вот все это годы хоть антитурецкой такой и они тоже если они это знают во вторых как они станут членами нато они автоматически будут вынуждены отказаться от этой политики потому что внутри нато четко оговорено это фенляндии швеция были выбраны как инструмент этой политики потому что они не были членами нато случае с турция естественно имеет полное моральное право и политическую возможность вернуть всем должок как и фенляндии так и швеции так и тем силам которые стояли за этой политикой и заставить их в общем-то расплатиться за свои старые грехи в конечном счете я думаю они договорятся и не думаю никакого резона мешать усилению нато а если мы возьмем 99 года любое расширение нато она формально с одной стороны усиливало и потому что количество государств и разрыхляла а с другой стороны разрыхляла и ослабевала потому что входили страны которым нужно помогать строить армию им нужно давать оружие и надо их финансировать их не строительство безопасности их нато скам стандартам а тут нато получает до мощных государства с экономической точки зрения готовые которые не просто будут сюда просить у нато они будут донорами они принесут в нато и экономическую мощь и военные в том числе военные технологии поэтому с 99 года вот реальное расширение нато в плане усиления его потенциала вот сейчас это это фене анти швейц или на последний вопрос мы все помним увидели вот последний фестиваль том числе в шуше и не только фестиваль были поводы которыми глава государства воспользоваться чтобы выступить донести определенные месседжи и последние два-три выступления они весьма так символичны на тему глобальной политики того что происходит в целом какие перспективы для нас вот в контексте всего то особенно в последнем выступлении господин президент говорил о роли россии на южном кавказе в том числе некоторые моменты были акцентированы которые мы-то все давно хорошо знаем но это было вовне сказано том числе поставки вооружение нашим врагам и прочее однозначно что все эти вещи которые происходят они будут влиять на нас в том числе если мы говорим о том чтобы после победы украины в этой войне как нам позиционироваться или мы уже начали это делать как-то вы знаете я считаю что азербайджану очень повезло дом такой очень важный переломный момент когда в мире начинается новый передел и будет строить новый мировой порядок поэтому мир будет погружен очень опасные процессы и многим странам в этих процессах явно не повезет мы тоже заранее видим что руководство азербайджана оказалось очень твердых руках и мы это видели во второй карабахской войне мы увидели совершенно новую армию тот ту войну которая вела азербайджанская армия ее нельзя сравнивать тем что сейчас происходит в районе мы все-таки вели войну нового поколения и поэтому наступающая армия освобождающая территорию армия она понесла в два раза как минимум меньше потерь чем оборудняющий то что армянская армия потому что армянская армия она в общем-то слеплена была по образу подобия российской армии и и военная школа и и военная техника и мы заключили важный военный политический пакт с турцией женская декларация знаете если бы азербайджан стремился стать членом нато это уходило бы много десятилетий но не было бы никакого продвижения как мы видим украины грузии что происходит и риски тоже до рисков было намного больше но если даже предположить что азербайджану крупно повезло и и азербайджан приняли бы в нато очень быстро легко то нато кому-то доверило бы курировать из своих членов этот регион и непосредственно осуществлять практическая реализация смотрящий турции турции мы с турцией подписали военно-политический пакт и мы получили именно ту поддержку которые мы могли бы получить примерно такой же как и если бы вступили в нато и это более надежная поддержка даже эта братская страна не решает 1 турция мы знаем что независимо от того кто находится а какие политические силы находятся во власти в баку или в анкаре это общественный консенсус в турции и в азербайджане и все политики должны с этим считаться для нас это был идеальный вариант у нас идеальный вариант это военно-политический союз турции который во многом дает нам счет то что мы могли бы получить от вступления в нато и азербайджан уже создал эту систему безопасности с которой каждый должен считаться потому что турция на южном кавказе это ведущая военная и политическая экономическая тяжело она имеет больше влияния даже некоторые регионы турции они относятся географически южному кавказу гор малого кавказа да и поэтому я думаю что а азербайджан в этом плане чувствует себя достаточно защищенным потому что азербайджан проводил правильную политику правильную политику в отношении строительства новой модели армии а правильную политику в отношении вооружений вы представьте себе что еще во время четырехдневной войны шестнадцатый год в шестнадцатом году то есть за четыре года до 2 карабахской войны азербайджан впервые мировой практикой использовал боевое применение дронов камикадз до тогда когда американские газеты писали что это первое боевое применение в истории вообще израиль это производил но еще боевого применения многие вообще не решили такое тогда армянская страна не поняла что это куда никогда но увидела обломки кого-то аппарата она посчитала что и раз обломки значит мы ее сбили армян это сбили придумал историю как хотят об охотник с какой-то берданки что то там сбил какой-то аппарат азербайджанской только уже через неделю до них дошло что вся западная пресса пишет что азербайджан впервые мировой практике использовал дрон камикадзе в этой войне а потом были заводы которые поставлены в азербайджан мы сами производили это самое современное оружие беспилотники мы докупали эту линейку еще у израиля даром о турции и потом это не просто оружие применить у нас была совсем другая военная система концептуально что было по результате другое это информационное боевое поле было когда наши операторы решали какую цель каким оружием лучше поразить в распоряжении азербайджанской армии было до 10 способов уничтожения одной и той же цели и нужно было просто выбирать какое оружие лучше использовать чтобы это было более соотносилось даже с вопросом цена и качество почему бы не да да почему бы не да поэтому я считаю что в плане военного строительства военно-политического блока с турции азербайджан предпринял очень серьезные шаги чтобы мы в этом опасном мире который будет еще бурлить наверное как минимум пару десятилетий пока решатся все вопросы из тихоокеанска побережья миссии остальные вопросы азербайджан более или менее себя может уверенно чувствовать спасибо вам эльдар мялю за сегодняшнюю беседу вы не просто рассказали мы в том числе сделали интересные прогнозы правда говорят работа политологов и экспертов она заключается не в том чтобы давать точные прогнозы но вы не просто взяли на себя эту смелость мы еще дали действительно довольно точные ожидаемые картину того что ожидается единственный момент как вы уже отметили действительно мы увидели крушение крупной империи и мы были частью этой империи в то время я был ребенком я многое видел и лично я не хотел бы пережить снова те дни и не хотел бы чтобы мы все это увидели надежда внушает то что сегодня мы не являемся частью этой империи до процессы нас касаются как-то по касательной где-то косвенно где-то напрямую но будем надеяться что в этот раз мы переживем все это гораздо лучше легче спасибо вам за сегодняшнюю беседу спасибо за приглашение спасибо и нашим зрителям я надеюсь что вам понравилось и уверен что со стороны наших зрителей будет немало вопросов которые мы ожидаем и можете задавать эти вопросы в виде комментариев под видео или же писать мне если хотите напрямую эльдар на лиму спасибо до скорых встреч